Шеф, повар и отец троих детей Денис Дмитровский! Я знаю, как накормить ваших детей! Дети, за стол! Я приготовлю чудесные, вкуснейшие лепешки из кукурузной муки и сыра. В Грузии их называют чвиштары и жарят на сковородке. А я сделаю детские и диетические и запеку их в духовке. Запеченные кукурузные лепешки с адыгейским сыром. Мне понадобится кукурузная мука, адыгейский сыр, немного сливочного масла и, может быть, чуть-чуть соли, чтобы подсолить. А также воды, чтобы сделать тесто более жидким. Блюдо, на первый взгляд, очень простое, но уж очень вкусное. Вообще, с Грузией у меня связаны особые воспоминания. В детстве мы с бабушкой и мамой ездили каким-то там дальним родственником в Грузию. И еще в детстве меня поразило многообразие грузинской кухни, ее яркость. Я все эти рецепты взял на вооружение. И теперь часто готовлю дома и чвиштари, и сациви, и различные пхали. Так, теперь я вот сюда насыплю кукурузной муки, пару ложек, тройку. Теперь вот я еще добавляю сюда немножко для нежности, поскольку, когда жарится на сковороде, масло там присутствует. А здесь, получается, запекается. И вот для сочности я еще добавлю немного сливочного масла. Прямо натру, на терке и перемешаю. Сейчас все перемешиваю. Вот так вот. И теперь добавляю немного воды, чтобы тесто получилось пожиже. Сейчас вот все это масло перетру с мукой и сыром, чтобы равномерно было. Замечательно. Муку лучше брать самого мелкого помола. Тогда все получится замечательно. Потому что бывает еще кукурузная мука покрупнее помол. Вот надо брать самый мелкий. Я вот однажды попал на муку крупного помола, и она была что-то вроде такой крупы и мелкой. И был немножко разочарован, потому что мука не проварилась, не прожарилась. Получилось немного твердоватой, и такие кусочки попадались. Вот еще немного воды. Ну и все. По-моему, достаточно. Получается вот такое тесто достаточно нежное. То есть оно даже не похоже на тесто. Оно скорее похоже на массу для какой-нибудь запеканки такой. Вот прямо можно посмотреть. Я ее пальцем трогаю. Она вот такая мягкая. И вот теперь вот эту массу уже можно формовать и укладывать на пергаментную бумагу. Кстати, по поводу соли. Вот можно попробовать. Если адыгейский сыр очень пресный, то можно немножко подсолить. Лепешки можно делать различные формы. Можно сделать кружочки. Овальные такие вот. Пирожочки. Или можно даже сделать что-то вроде таких палочек. Вот, например, вот так вот. И я думаю, что как раз их-то вашему ребенку доставит удовольствие макать в соус больше всего. Сейчас я ее подровняю. Получается вот такая вот длинная колбаска. Так что форма может быть совершенно разная в виде ежа, ужа, цыплят, поросят и прочих животных. Вот теперь я вот эти лепешечки раздавливаю, чтобы они быстрее запеклись. Вот так вот делаю их плоскими. Потом на них будет удобнее наливать соус. Или черпать этот соус прямо из мисочки. Вот так вот. Все. Готово дело. И мои кукурузные лепешки с адыгейским сыром отправляются в духовку. Она позволяет поставить время, нужное мне. Я вот выставлю сейчас 15 минут. И температура 200 градусов. В моей духовке есть тройное стекло. Дети не могут обжечься, даже если очень захотят. Гоу. Поехали. Запеченные кукурузные лепешки с адыгейским сыром. На крупной терке измельчаем адыгейский сыр и сливочное масло. Смешиваем с кукурузной мукой, добавляем немного воды и подсаливаем. Из полученного теста формуем небольшие лепешки. Кладем их на пергаментную бумагу и отправляем в духовку. Выпекаем при температуре 200 градусов в течение 15-20 минут. Я готовлю чудо-соус для чудо-лепешек. Йогуртовый соус с еленью. Мне понадобится йогурт или можно взять густой кефир, смотря что вы больше любите. Положу туда чеснок. И немножко зелени. А чтобы зелень не попадалась на язык, я ее еще и блендером пробью. Измельчу до состояния полной, так сказать, муки. Мельчайшей пудры, взвеси, пюре. И тогда только попробуйте не съесть маленькие едоки. У меня вот есть петрушка, есть кинза. Кинзу особенно люблю. Ой, замечательная ароматная трава. Просто голова идет кругом от этого запаха. Свежайшая зелень. Но я сейчас не буду перегружать зеленью мой соус. Если дети еще не очень любят зелень, пускай дети привыкают к зелени потихоньку. Так, немножко порубил. И вот теперь сюда же в блендер все складываю. Теперь солю. Потому что соус должен быть такой солененький. И измельчаю блендером. Духовка уже запищала, значит пора вытаскивать мои кукурузные лепешки. Благодаря выдвижным полозьям очень удобно посмотреть, готовы ли лепешки. Ну вот еще слегка, чуть-чуть я бы их еще подержал. Они немного вот еще не готовы. Еще буквально 5 минут. Гоу! А я тем временем закончу соус. Чищу огурец и помидор от кожицы. Вот так огурец. И также помидор. Вот так. Кожу из помидора еще можно снять, окустив помидор в кипяток. И кожица сама слезет. Но мне сейчас неохота возиться с кипятком, поэтому я просто почистил чисткой. Так, теперь я мелко нарезаю огурец. Вот так вот. Так вот. И теперь огурец можно нарезать вдоль. И потом измельчаем уже на кубики. Мелкие, крошка такая получается огуречная. Все это отправится в соус. Так, и теперь, наконец, помидор. Мое любимое овощное блюдо. Салат из помидора. У нас с тещей все время идут жаркие споры. Я утверждаю, что помидоры вкуснее. А она говорит, что огурцы. Тут в дело вступают дети и ее внуки. И начинают спорить. Кто говорит помидоры, кто огурцы. Побеждает самый младший. Поскольку его теща с детства приучила к огурцам, он просто говорит грррр. И все понимают, что огурцы победили. Но я все равно не согласен Помидоры вкуснее Теперь я еще немножко подсолю Потому что огурец и помидор Был не соленый И у меня получится идеальный Овощной детский соус Масса полезной зелени Помидоры, огурцы Йогурт И все это в одном флаконе Чвиштари тоже готовы Открываю Еще раз выдвигаю Проверяю Прекрасно Йогуртовый соус с зеленью Смешиваем йогурт, чеснок И мелко нарубленную зелень Добавляем соль И измельчаем в блендере С помидора и огурца Снимаем кожицу И нарезаем на мелкие кубики Подсаливаем Смешиваем овощи С йогуртовым соусом А вот теперь я возьму красивое блюдо И аккуратно уложу на него Мои кукурузные лепешки С адыгейским сыром А соус Налью рядом В красивый соусник Очень люблю пользоваться пергаментной бумагой Ее даже вот заметьте Я не смазывал ничем Так красиво все получается Очень хорошо отлипает Поверьте мне Лепешки очень нежные Они прямо Как будто бы дышат в руках И только и ждут Чтобы Ваш замечательный ребенок их съел Сейчас я Выложу соус сюда Дорогие мамы Сейчас на ваших глазах Я приготовил Великолепнейшие Кукурузные лепешки С адыгейским сыром Запеченные в духовке Они жареные на сковороде С полезным соусом Из зелени Помидоров и огурцов И рекомендую вам сделать То же самое дома Для своих детей Приятного аппетита Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok